С фотоаппаратом Иван теперь на «ты», ведь с техникой самые разные, от простой до современной, знаком с детства. Мама – журналист, очень видеооператором был. Ну, я как-то всегда с ними ездил на работу, видел, как они работают, снимают. Ну, вот так вот как-то творческая жизнь была. Иван больше дружит со спортом, уже несколько лет играет в футбол. Дома и турник есть, с помощью него парню проще поддерживать хорошую физическую форму. Параллельно занимался видеофотосъемкой, просто для себя. Начал увлекаться я просто, что понравилось. Начинал снимать друзей, ну, в школе там снимать, ну, тоже друзей. Потом как-то узнал, ну, о кружке, начал записаться туда, ходил, понравилось. И когда случайно зашел на сайт Всероссийского фестиваля фоторабот «Юность России», вдруг в числе дипломантов увидел свою фамилию. Ну, я был очень удивлен, ну, что так получилось. То есть я сам бы даже не додумался до этого, не отправил бы, если бы не руководителя. Фотостудия «Крупный план» открыла для парня фотоискусство с другой стороны. Он стал снимать серьезнее. Узнал то, на что раньше не обращал внимания. Как выбирать, например, позицию, там, задний план какой должен быть. Ну, так примерно, там, настройка в предприятии. Руководитель студии «Крупный план» Вячеслав Светличный, профессионал, мастер фотодела, видит в своих воспитанниках большой потенциал. И в Иване он разглядел этот необыкновенный взгляд фотографа и сумел простое увлечение превратить в часть его жизни. И даже когда Ваня идет на тренировку или просто прогуляться по улице, он берет с собой любимый Кэнон. Ему больше по душе фотографировать людей, но и обыкновенный листочек дерева или ветку фотоаппарат превратит в чудо. А руководитель иногда может провести мастер-класс прямо на месте. Сегодня в студии пока единственной в городе такого рода занимается 20 ребят, начиная с 7 класса. Первоначальная идея была подготовить фотовыставку детских работ к 9 мая посвященная. Ну, думали, сейчас детей соберем, там месяц с ними потренируемся и выставку сделаем. Ну, как-то у нас это растянулось на 4 месяца, и с тех пор остановиться уже невозможно. Уже четверо таких ребят, как Иван Безбородов, стали победителями в различных конкурсах. А главное, Вячеслав помог раскрыться таланту. Если кто-то хочет освоить тонкости фотодела, двери студии всегда открыты для них. Занятия проходят по воскресеньям с 12 часов в выставочном зале галереи Вернисаж.